Последние дни империи США захотели ударить по Ирану дешево и быстро. Армии и войны, Ближневосточные войны 25 сентября 14.3 Последние дни империи США захотели ударить по Ирану дешево и быстро. Андрей Раевский о кризисе на Ближнем Востоке. Андрей Раевский. Комментарии в просмотров 10237. На фото, представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки Аль-Малики во время демонстрации обломков дронов, атаковавших нефтеперерабатывающий завод компании Сауди Арамко. Фото. AP Photo. Iminable Slash. ТАСС. Ближний Восток буквально взрывается. Хуситы нанесли чрезвычайно эффективный удар по объектам нефтяной отрасли в Саудовской Аравии, в результате чего производство нефти, как они утверждают, теперь упало на 50%. Прежде чем отскочет обратно, ходят слухи, что российский Су-35С и С-400 угрожали сбить израильские самолеты, атаковавшие Сирию. Ливан заявил, что будет защищаться от нападения Израиля. Хизбалла угрожает нанести сокрушительные удары по Израилю и даже по израильским чиновникам. Турция приобрела российские средства противовоздушной обороны и заявляет, что если США откажут сопоставлять свои F-35, то Турция рассмотрит Су-35 и, возможно, Су-57. Биби Нитаньях пытался использовать Путина в своей кампании по переизбранию. Ну, он действительно отчаянно пытается избежать тюрмы, но ему пришлось возвращаться с пустыми руками. А, по данным Jerusalem Post, его миссия провалилась. Наконец, и просто для того, чтобы убедиться, что кризисы ограничены только Ближним Востоком, поляки и Европейский суд подали успешный иск, чтобы попытаться заставить Россию использовать транзит через Украину. США реанимируют древние договоры, чтобы угрожать Венесуэле. Великобритания бодро идет к чертям и разваливается. Европа, ну, Германия, не может даже заставить поляков повиноваться по вопросу о Северном потоке-2? А, ну, конечно, они повинуются, но дяде Шмуэлю, а не Ангеле Меркель, Индия и Пакистан угрожают друг другу из-за Кашмира. Желтые жилеты наступают. Бензиновые бунты грозят смести Меркель. Новая климатическая программа правительства Германии вызовет не только рост цен на энергоносители, но приведет к протестам. Ах, да, КНДР запускает новые ракеты. США хотят обвинить Иран в нападениях Хути. Китай категорически отвергает такие обвинения, в то время как Россия продолжает объявлять о новом революционном оружии, построенном на новых принципах, и планирует развернуть С-500 Прометей, просто чтобы убедиться, что у Империи нет глупых затей попытаться нанести удар по России, или ее союзникам, которые, согласно официальным источникам, начнут покупать С-500 в 2021 году. Я уверен, что многое я упустил. Действительно, Империя рушится по всем фронтам, и это, в свою очередь, означает, что резко возрастут шансы того, что невежественные дураки в Белом доме сделают что-то очень глупое. Да, я знаю, Болтона уволили. И я приветствую это, но, учитывая, что Помпео еще более бредовый и злой, чем Болтон, не говоря уже и о фантастической высокомерии, то это вряд ли повод для надежд. Я только что читал, что Роберт Абрайен сменит Болтона, раньше он был специальным представителем президента по делам заложников в Государственном департаменте. Интересно, означает ли это, что станет еще больше похищения российских граждан по всему миру? Здесь так много интересного, что я ограничусь несколькими моментами о Ближнем Востоке, которые я считаю важными. Во-первых, частичное разрушение наиболее важных нефтяных объектов в Саудовской Аравии является огромным позором для США. Помните, что КСА, Королевство Саудовской Аравии, действительно является центром Центкома и даже причиной его существования, чтобы защитить Иран от СССР и официально сохранить Шаха в безопасности, но на самом деле это также было частью крупной сделки между США и КСА. Вы принимаете оплату только в долларах, а мы будем защищать вас от всех. Конечно, существует длинный список западных марионеток, которым было дано подобное же обещание, включая Саддама Хусейна, Муамара Каддафи, Мануэля Нарьегу, Хасниму Барака и многих других. Большинство из них уже мертвы, кто-то в тюрьме. Теперь настала очередь саудовцев, супер-пупер-патриоты лучше, чем С-300 не только не смогли остановить хуситов, но и вся объединенная мощь Центкома также потерпела крах. Во-вторых, я могу согласиться только с Белмоном Смоон. В Альбаме, война Закса окончена. Понимают ли они это или нет, не имеет значения. Окей, это будет иметь значение во времени, но только во времени. У саудовцев и их англо-сионистских покровителей есть три решения. Один. Продолжать делать все так же, как и раньше, это есть определение безумия, если только ожидаются другие результаты. Два. Эскалация и удар по Ирану, после чего весь Ближний Восток взорвется с драматическими последствиями. Три. Делать то, что всегда делают США, объявить победу и уйти. Очевидно, что третий вариант является единственным разумным, но кто сказал, что Биби, Трамп или МБС, Мохаммед бин Салман, вообще разумны? Тулси Габарт присоединилась ко мне и назвала Трампа чей-то сукой, за исключением того, что я назвал его сукой Израиля, тогда как Габарт назвала его саудовской сукой. Миграционный кризис в России будет страшнее европейского. Новую волну беженцев готовится принимать страны с таким образом. Все дело будет в Трампе и в том, есть ли у него информация и мозги, чтобы понять, что нападение на Иран разрушит его президентство, которое уже достаточно. А нападение на Иран сделает это официальным, и он будет одновременно привлечен к ответственности и, очевидно, никогда не сможет переизбраться. В-третьих, могли ли хуситы сделать это сами? Абсолютно да. Ирану не было нужды наносить удары напрямую, именно потому, что хуситы были способны сделать это сами. Проверьте эту официальную выставку баллистических ракет и беспилотников. И убедитесь сами здесь. Кроме того, хуситы становятся очень похожими на Хизбалум, и они явно изучили передовые возможности ракет и беспилотников, из Ирана, именно поэтому израильтяне и США так злобствуют. Я не утверждаю, повторяю, не утверждаю, что Иран им не помог или что этот удар был бы столь же успешным, если бы Иран не предоставил разведданные, наведения на цель, техническое содействие и т. Д. Но если есть какие-либо доказательства прямого участия Ирана, то пусть этот злобный ламантин, так Фред Рид называл Помпио, представит свои доказательства всему миру так, чтобы это было лучше той чуши, которую они показали по делу Скрипаля или по химическим атакам под чужим флагом в Сирии. В-четвертых, для КСЯ и их англо-сионистских покровителей это означает, что хоть и с полной безнаказанностью могут нанести удар в любом месте КСА, и не только в КСА. Кроме того, я подозреваю, что Иран может также нанести удар по любому нефтегазовому объекту на Ближнем Востоке, точно так же, как он может поразить любую цель США-центкома-нато-израиля, которую он только захочет. Кроме того, в случае тотальной войны на Ближнем Востоке можно ожидать, что ракеты обрушатся на американские объекты не только из имена Хути, и Ливана, Хизбалла, но также потенциально из Сирии, Ирака и Афганистана. В-пятых, на самом деле не имеет значения, где или чем США или Саудиты или израильтяне обстреляют Иран. Иран. Реакция будет такой же, по крайней мере, по словам профессора Маранди, она будет огромной, а возможности экспорта нефти и газа всего Ближнего Востока окажутся под угрозой. Не существует безопасного, дешетого или эффективного способа нанести удар по Ирану. Но понимают ли это люди в округе Колумбия? Далее я хочу высказать несколько замечаний по поводу предполагаемого перехвата израильского F-35 российским Су-35С над Сирией. Во-первых, у нас в действительности нет фактов, поэтому давайте немного подождем. Большинство истории об этом происходит из одной арабской интернет-газеты. В последние 24 часа было своего рода типа как бы подтверждение от России, но не от официальных лиц, и эти сообщения не столько содержали фактические детали, сколько злорадствовали, что Нетаньяху удалился из России ни с чем. Во-вторых, я думаю, что эта история основана на реальности. Израильтяне вели себя так, как будто им было наплевать на российское присутствие в Сирии, поэтому они наносят авиаудары исключительно в пиар-целях. Помните, Биби хочет избежать тюрмы, а русские, вероятно, жаловались и их проигнорировали, а теперь они сказали, с нас хватит. В-третьих, тот факт, что Джерузалим пост пришлось опубликовать ужасающую статью об этом событии. 601 618 убедительно доказывает, что те, кто пытался убедить нас в том, что Россия и Израиль работают рука об руку и что Путин был лучшим другом Биби, были полны дерьма и их кликбейт был именно этим кликбитом. В-четвертых, есть те любители технологий, которые всегда будут пытаться доказать, что Су-35С значительно превосходит Ф-35, и что эта история очень заслуживает доверия. А есть и те, кто объяснит, что Ф-35 значительно превосходит Су-35С и что эта история чистая выдумка. Правда состоит в том, что бесполезно и бессмысленно сравнивать два передовых самолета в абстрактном виде или заявлять, что один из них намного лучше другого. Хорошо, да, Су-35С превосходит во многих аспектах Ф-35, но определенно не во всех возможных сценариях. На самом деле, нам также нужно надо бы знать, какие другие самолеты находились в воздухе в то время, включая АВАКС, подавление противовоздушной обороны и радиоборьбы, и нам надо бы точно выяснить, какую роль сыграли российские С-400, если они какую-то роль играли. Как правило, я призываю вас не заниматься а, по счетам бобов, только с учетом количества, или б, проводить прямые сравнения боевых самолетов. В последнем случае нам надо бы знать, какую, и сколько, подготовку получали пилоты, какое у них было вооружение, какие сенсоры они использовали и как, а в более общем плане, как именно израильтяне решили структурировать свою атаку и как русские решили ответить. Кремль готовится к выборам 2024, согласится ли Путин на ремонт от Зюганова избирательная система страны не предусматривает честности и прозрачности, что и нужно власти. В-пятых, уже ходят слухи о том, что это была операция под чужим флагом со стороны израильтян, англичан, КСА или США. Не могу это опровергнуть, но я не вижу веских причин для таких выводов. Во-первых, это действительно плохие новости для империи, и, во-вторых, хуситы неоднократно совершали подобные действия в прошлом, и нет никаких оснований подозревать, что они не могли сделать то, что сделали. Тем не менее, также нельзя отрицать, что любое повышение цен на нефть приносит пользу многим, США, сланцевикам, России, КСА и Т. Д. Наконец, всегда и по определению существует риск того, что израильтяне и их союзники неаконно выбросят какой-то фальшивый флаг, чтобы наконец спровоцировать нападение США на Иран. Все это, однако, только косвенные аргументы, по крайней мере, пока. Тот факт, что ложный флаг возможен, не означает, что это действительно произошло. Давайте никогда не будем забывать об этом и никогда не опускаться до преждевременных или необоснованных выводов. В-шестых, давайте посмотрим на сами цели. Мы говорим о нефтяных объектах, огромных, которые по логике США слеж НАТО слеж Израиля, или оси добра, наиболее определенно классифицируются как инфраструктура поддержки режима или как нечто подобное. Кроме того, даже в соответствии с логикой оси добра законы войны позволяют наносить удары по инфраструктуре, имеющие решающие значения для военных действий противника. Правоохранители Турции, русские сами виноваты в гибели своей дочери в бассейне. Родители девочки лицемерно признаны виновными второй степени, не доглядели за ребенком. Вывод. Я собирался сделать вывод, что, согласно RT, министр нефти Саудовской Аравии заявил, что КСА еще не знает, кто несет ответственность, и что это были хорошие новости. Затем я увидел это, Саудовская Аравия обвиняет Иран в финансировании нападения на нефтезавод по производству, говорит, что оно не могло исходить из имена. Нездорова. Также не заслуживает доверия. С одной стороны, если бы это был Иран, то удар был бы гораздо более масштабным и был бы лишь частью более масштабной полномасштабной атаки не только на саудовские нефтяные объекты, но и на все важнейшие объекты и силы Центкома. Нет никакого способа, которым иранцы начали бы крупные боевые действия, и эти удары были определенно названы саудитами крупными, только для того, чтобы ждать массированного возмездия со стороны США-кса-израиля. Иранцы наверняка не собираются повторять решающую ошибку Саддама Хусейна и предоставляют США-центкому-нато-израилю-кса-время, необходимое для подготовки к массированной атаки на Иран. Я наблюдаю за различными индикаторами и предупреждениями, которые могут указывать на то, что в США не происходит ничего хорошего, и до сих пор я заметил только одно потенциально тревожное событие. MSC Seelift и командование транспорта США заказали турбоактивацию без уведомления от 23 до 25 кораблей и 46 кораблей. Редди Резерв Форс, РРФ Должны быть готовы через 5 дней. Подарок Путина, Газпром начнет качать деньги из населения, газа уже мало, а администрация президента предложила ввести газовую ипотеку. Но в последние дни империи факты не имеют большого значения. Важно то, что люди в Белом доме в Израиле считают политически целесообразным. Моя самая большая надежда состоит в том, что Трамп узнает правду об ударах и что у него достаточно мозгов, чтобы понять, что, если он ударит по Ирану, то он проиграет выборы и, вероятно, даже будет привлечен к ответственности. Будем надеяться, что его инстинкт самовлюбленности спасет нашу многострадальную планету. Автор, публикуется под псевдоним «The Shaker», широко известный на Западе блогер. Родился в Г. Цюрих, Швейцария. Отец голландец, мать русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде, США. Публикуется с разрешения автора и издателя. Перевод Сергея Духанова сокращение от «Fucked up beyond all recognition», что примерно можно перевести как «Идиотизм за гранью понимания». Командование морских перевозок. Сокращено КМП «Межведомственное командование», составная часть транспортного командования США, отвечающую за организацию морских грузоперевозок в интересах всех видов вооруженных сил США, а также некоторых других государственных ведомств. Резервный флот национальной обороны США состоит из законсервированных кораблей, в основном торговых судов, которые могут быть активированы в течение 20 вопросительных знаков 120 дней, чтобы обеспечить, во время национальных чрезвычайных ситуаций, доставку в Соединенные Штаты. Военное обозрение. Пушков о провале. Patriot. Альтернативы нашим С-400 нет. Альтернативы нашим С-400 нет.